МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 декабря. Новости на Думской ТВ. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Елена Еремеева. Приветствую вас. Коротко о главных событиях этого дня. Новогодний подарок. 58 квартир получили военные. Секретный список главы села Красноселка. Одесский областной перинатальный центр получил новое оборудование для диагностики. За несколько дней до Нового года в Одессу вернулось настоящее лето. Пляжи забиты людьми, люди купаются. Детей поздравил с Новым годом украинский Дед Мороз. Памятник якорь сердца Одессы не подлежит восстановлению и будет демонтирован. Несколько дней назад в него врезался пьяный водитель, повредив основание настолько, что теперь его придется изготавливать заново. Авторы памятника провели анализ повреждений и пришли к выводу, что для того, чтобы вернуть памятник в надлежащий вид, его придется переплавить и провести повторную установку. Памятник демонтируют в ближайшее время. После этого бронзовый символ переплавят в Киеве и установят на прежнем месте. Новогодний подарок для военнослужащих накануне праздника. Король Деда Мороза исполнил министр обороны Украины Степан Полторак. Он вручил семьям военных ключи от новых квартир в недавно сданном доме ПГТ Таирова. Александр Тарасенко расскажет подробности. Квартиры для военнослужащих. В этом доме получили жилье семьи 58 военных. Среди них воины АТО, участники боевых действий, а также родственники тех, кто погиб, выполняя боевое задание. Семья капитана первого ранга Олега Гринько в очереди на долгожданную квартиру стояла почти четверть века. За это время вместе с тремя детьми они пожили в разных местах. А два года назад вслед за украинским военным флотом переехали в Одессу из Крыма. Теперь, получив жилье, военнослужащий не скрывает своей радости. Квартиру еще не видели, но уже хотя бы увидев дом, рады и рады очень сильно. Такое событие очень серьезное, учитывая нашу большую семью. Особенно рада этому событию супруга военного. Квартиру семья получила небольшую, но зато свою, говорит Наталья Гринько. Конечно, радостные, потому что для нас это очень большая поддержка и финансовая, и материальная, и моральная в том числе, потому что тяжело с тремя детьми снимать квартиру, дорого, накладно для нас. Поэтому, конечно, безусловно, это только радость. Осваивает новое жилье и семья погибшего под Маринкой старшего лейтенанта Сергея Бузейникова. Квартира в первую очередь – память о воине, который пал в зоне АТО, сражаясь за свободу и независимость своей страны. Слава Богу, у нас уже есть жилье. Это все для нее, это все для Златы. И вот, это память, в первую очередь, это память о отце и радость. Всего в новом доме получили квартиры шесть семей погибших воинов, 17 военных пенсионеров и 35 действующих офицеров ВСУ. Ключи от нового жилья вручал лично министр обороны Украины Степан Полторак. В этом году мы сделали таким образом, что практически мы 20% в строительство вклали, враховывая, что рынок перенасыщенный, 80-60% мы вклали в закупку жилья, и 20% мы выплатили грошами тем, кто стоял на черте. Министр провел инспекцию в доме. Несмотря на то, что квартиры были сданы под ключ, строительную фирму обязали провести ремонт, в случае, если возникнут какие-либо неисправности. Чтобы мы не делали такие, знаете, как раньше дали ключи от квартиры, а там и забыли. И там, что есть, что нет, и потом люди по-новому все мучаются с этим, ну, нужно менять подходы до этого. Вселиться в новые квартиры семьи военнослужащих смогут уже в январе, когда в сданном доме будут подключены все коммуникации. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Совершенно секретно глава Красносельского сельсовета отказывается обнародовать список очередников, претендующих на получение квартир. Воины АТО объединились в борьбе за свое право улучшить условия проживания без участия общественности и средств массовой информации. Они даже не могли попасть на прием главе Красноселки. Больше расскажет Алла Есина. В строгой секретности сельский совет Красноселки держит списки квартирных очередников. Уже не первый месяц участники АТО пытаются ознакомиться с фамилиями тех, кто в нем числится. Но в ответ получают отписки с пометкой «Информация засекречена», что напрямую противоречит украинскому законодательству. Глава сельсовета Николай Майдебура мотивировать такой ответ не может. Подпись свою на документе узнает не сразу. Это не я готовил ответ, готовил юрист. Я сейчас разберусь. А вы можете вызвать юриста? Не могу сейчас вызвать юриста, потому что его нет. Ваша подпись стоит на ответе за секреченной информацией? Да, подпись моя. А вы тогда подробностируете, почему ответ такой? Я сейчас еще раз говорю, что не я готовил ответ, я найду. Николай Петрович, вы почитали, начнем подписать этот документ? Читаем, читаем. Такое отношение возмущает воинов, которые ценой своего здоровья, а порой жизни, защищают независимость и целостность Украины на Востоке. После пререканий и вмешательства общественности и СМИ глава Красноселки признает, что информация не такая уже и секретная. Найденные в списках фамилии вызывают у воинов ироничную улыбку. В списках смутило то, что стоят родственники сельских, ну, чиновников сельского совета, и они просто стоят под номером один, может быть, четыре фамилии, целая семья. В замесе одного человека стоит четыре человека, целая семья. И так, ну, наверное, из два, там, около 30 человек, наверное, человек так 25, это все семьи сельских чиновников. Председатель совета заверяет, квартиры уже давно никому не давали. В то же время представители общественной организации спильно справа проверяют информацию о предоставлении сельсовету 15 квартир, которые получают родственники чиновников. Есть такая информация, что ЖК СД «Янтарный» выделил либо инвестиции, либо квартиры каким-то образом в Раду для распаевания. И эти квартиры должны быть распаеваны среди, опять же, кто стоит в очереди, но учитывая то, что эти очереди не прозрачны, вообще не скрыта эта информация. Под давлением общественности Николай Майдебура обещает подготовить обновленные списки и ответить на все вопросы, которые он тщательно записал. Очевидно, удивленный таким недоверием к концу встречи глава сельсовета теряет дар речи. У вас есть этот, ну как правильнее сказать, не наставник, а как правильнее сказать. Ну, вы меня смотрят. Понять систему, по которой работает Красносельский совет, нацгвардеец Иван, прошедший три ротации, отказывается. Долгое время здесь не ставили его на квартирную очередь. С боем через Коминтерновскую администрацию он добился выделения положенного земельного участка, но теперь не может оформить документы. Якобы там по плану он заходит на какой-то полигон, ну, находится в селе Ильичевка. То есть, и вот с сентября месяца до сих пор документы, по-моему, на Коминтерново не пришли отсюда. Получить конкретные ответы на поставленные вопросы участники антитеррористической операции надеются в первых числах января. По крайней мере, к следующей встрече Николай Майдебура пообещал подготовиться. Следить за развитием событий будут Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. Перинатальный центр Одесской областной клинической больницы впервые за 8 лет получил новое оборудование. Высокоточный аппарат, билирубинометр предназначен для диагностики работы печени у младенцев и выявления резус конфликта крови между мамой и ребенком. В Одесском областном перинатальном центре каждый год рождается около 5 тысяч детей, из которых порядка 10% недоношены. Для оказания эффективной медицинской помощи таким детям необходимо использование высокотехнологического оборудования. Благодаря новому прибору били-тесту теперь сдавать анализы можно без забора крови. Для того, чтобы определить уровень билирубина, для этого всегда раньше было принято осуществлять забор крови через вены. Для этого бралось 3 мл крови, это достаточно много для новорожденного ребеночка, это достаточно инвизивно, однако другого выхода у нас не было. Аппарат, он хорош тем, что позволяет через кожу определять уровень билирубина, то есть не колоть ребеночку вену и достаточно быть мобильным. Аппарат прикладывается к колбу новорожденного и делается буквально три измерения с перемещением в несколько миллиметров вдоль лба. Дальше берется среднее значение и оно соответствует тем же показаниям анализа, если бы у малыша мы брали кровь в несколько миллилитров. Спецоборудование в Одесском перинатальном центре не обновлялось с 2007 года. По 250 гривен штрафа за пьяную выходку двоих одесситов осудили за снятие государственного флага с главного управления Одесской полиции. Нарушителей в 3 часа ночи 26 декабря засняла камера наружного видеонаблюдения. Кроме того, их действия заметил оперативный дежурный. Он потребовал вернуть знамя на место, но молодые люди решили сбежать. Однако уже через два квартала нарушителей задержал полицейский патруль и доставил в участок. Аномальная жара в Одессе. Температура воздуха в минувшие выходные достигла 17 градусов тепла. Пляжи заполонили отдыхающие. Люди купались и загорали, наслаждаясь последними лучами декабрьского солнца. Александр Тарасенко также отправился к морю. Подробности в сюжете. Нынешний декабрь в Одессе запомнят надолго. Такого тепла в нашем городе не было последние 130 лет. Температурный рекорд побит, люди вернулись на пляжи, а самые смелые, не боясь, окунаются в Черном море. Одесские пляжи заполонили отдыхающие. Температура воздуха в минувшие выходные достигла 17 градусов тепла. Люди загорают, а некоторые с удовольствием ныряют в морскую пучину. Дмитрий купается в море регулярно, несмотря на погодные условия. Говорит, зимой море намного чище и приятнее. Сейчас она лучше, чем летом было. И сейчас она полезнее. Для здоровья это как массаж на всё тело. Летом мороженое вовнутрь, а плавание – это как поверхностное ощущение такое. Еще один любитель зимнего купания Григорий также регулярно принимает морские ванны. Я скупался, выхожу, стоит молодая девочка с мамой, одетая и всё. То же самое история, молодец. Я девочке говорю, иди сейчас, скупаюсь. Она говорит, я если пойду первый раз, я пойду весной. Я, конечно, её дурю. Я говорю, а я первый раз. Она говорит, и как первый раз? Я говорю, спроси свою маму, как первый раз с мужчиной. Сначала страшно, а потом хорошо. Одесситы такой погоде совсем не удивлены. И говорят, что подобные явления на местном побережье встречались уже неоднократно. Эти аномалии здесь встречаются в этом плане. Ну, оно удобно, почему? У нас же южный же город, правильно? Хотя и северный при Черноборье, но всё-таки юг. Поэтому у нас такие вещи есть. Очень приятно, хорошо. Можно из зимы в восемь, в весну попасть. Из весны опять в зиму. Как в сказке «12 месяцев». По прогнозам синоптиков, аномально тёплая для зимы погода в Одессе продержатся до вторника. Затем в южный регион придёт похолодание. А накануне новогодних праздников жители морской жемчужины наконец увидят первый снег. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Одесские журналисты подвели итоги года. В тёплой обстановке поздравили работников средств массовой информации. Их наградили грамотами. Руководитель Одесского отделения Национального союза журналистов Украины Юрий Работин говорит, уходящий год был тяжёлым. Некоторые журналистские организации прекратили своё существование. Тяжело осознавать опять же, что вот луганская организация, она распалась. Создали мы луганскую региональную организацию. Донецкая наполовину осталась. Крымской тоже нету. Несколько человек осталось. Но всё равно монолит средств массовой информации есть. Утренники продолжаются. Детей поздравил украинский Дед Мороз. В преддверии Нового года малыши писали ему письма. И вот произошла долгожданная встреча на почте. Какой он украинский Дед Мороз, знает Ольга Китик. В холле главпочтамта собрались малыши. Они ждут подарков и украинского Деда Мороза. Именно такой сказочный дедушка приехал к детям на праздник. Мы как гости пришли. Тут будут сладкие подарки. А ты что знаешь? Будешь выступать где-то по платьям? Не, я не буду выступать. Я тоже пришла. По подарочкам? Да. В нарядном костюме украинском. А ты как представляешь? Я тоже представляю нарядном костюме. Что должно быть у украинского Деда Мороза обязательно? Ну, у него шапка, у него накидка. Пока дети только гадают, как может выглядеть украинский Дед Мороз, наша съемочная группа познакомилась с ним лично. Особливость у украинского Деда Мороза – это то, что он желает и пытается общаться с украинской мовой. Это раз в другом у него справедливая борода. Вот. И он дед. Дед Мороз вроде как в красном обычно рисует, а вы вот в голубом такой. Вы что, не видели моих штаней? Вот этот патриотичный. Ну, скажем так, в колерах. Пока мы отвлекали украинского Деда Мороза, дети заждались. Дед Мороз! А они оставили без ответа. Сегодня здесь гасили праздничную марку. И давайте сейчас начнем. В Туфице тоже поставим лимбалек. Так? Мог. Самое главное – научить детей пользоваться этой маркой. Многие дети уже не знают, что когда пишешь письмо, надо наклеить марку. Что когда кидаешь в почтовый ящик открытку, она может дойти бабушке или Деду Морозу. Почтовый Дед Мороз проехал по 17 городам Украины и путешествует дальше. После утренника каждого малыша ждет личный прием у доброго дедушки. Ольга Китик, Алексей Мороховский, Думская ТВ. В Одесском зоопарке уже начали отмечать новогодние праздники. Во время детского утренника директор зоопарка в образе Деда Мороза презентовал местным обезьянкам украшенную новогоднюю елку и целый ящик со съедобными подарками. Наступает год обезьяны, то мы, конечно, сегодня поздравляли наших обезьян. Они получили в подарок и елку, они получили коробку с очень вкусными для них вещами, которые они обожают. И таким образом обезьяна, животное очень умное, они тоже понимают, что такое праздник. Обезьяны приняли подарки с большим удовольствием, а вот с елкой поступили довольно своеобразно. Не оценив такой жест, они тут же выкорчевали новогоднее дерево из ведра с песком и принялись разбирать елку по частям. Сначала в ход пошли украшения, а после и само дерево было испробовано на вкус и разломано на множество мелких частей. Такая же участь постигла и новогоднюю открытку. Дед Мороз уже не тот, он лучше. Спортивный и веселый дед поздравил маленьких тайбоксеров в спортклубе Григо Джим. Ребятам дали задание на будущий год и проверили уровень их знаний. Маленькие спортсмены собираются на необычный новогодний утренник. Их ждет встреча с Дедом Морозом. Мало того, что увидеть сказочного дедушку удается только по праздникам, так еще он будет не совсем таким, как обычно. Мы сегодня сделали такой необычный, чуть-чуть не стандартный утренник, потому что он будет в спортивном стиле, соответственно будет спортивный Дед Мороз, который будет делать все с элементами тайского бокса. Вместо валенок у дедули будут кроссовки. Дед Мороз ведет спортивный образ жизни, поэтому сразу согласился прийти к тайбоксерам в гости. Дети себя весь год хорошо вели, усердно тренировались, выступали на соревнованиях, завоевывали медали, становились чемпионами, поэтому дедушку уговаривать не пришлось. Хорошим детям внимание, а плохим – двойное внимание от тренера. Дед Мороз тряхнул стариной и показал ребятам, как надо тренироваться, чтобы в следующем году получить золотые медали. Потом дал задание на год. Дети оценили задание Деда Мороза и пообещали нашей съемочной группе усердно тренироваться целый год. Как вам задание Деда Мороза? Класс! Не сложно? Нет! Сможете выполнить на следующем году? Да! Поршнекер Мороз его надо было. Почему поршнекер? Потому что так Дед Мороз сказал, что он старенький, ничего не умеет, а как на штанге поднимался и как делал отжимания. А вы так сможете? Да, мы попытаемся. На следующий год обещаете, что тоже будет? Да! Мы будем стараться. Под конец утренников Григо Джим Дедушка Мороз благословил детей золотыми медалями на будущие победы и раздал подарки. И подарки! С Новым годом, тайбоктеры! Ольга Китик, Вячеслав Ласштаба, Думская ТВ. Чемпионы Украины, Европы и мира. Танцевальный класс «Престиж» в 23-й школе Суворовского района воспитывает победителей. Здесь ребята занимаются танцами с акробатическими элементами. Благодаря поддержке народного депутата Украины Дмитрия Голубова в зале созданы комфортные условия для развития талантов. Репортаж с отчетного концерта подготовила наша съемочная группа. Плодотворное сотрудничество народного депутата Украины Дмитрия Голубова и танцевального класса «Престиж» началось более года назад. За это время зал, в котором занимаются ребята, существенно преобразился. Мы помогли в покупке костюмов и установили здесь пластиковые окна, купили необходимые маты и будем и дальше продолжать делать все, чтобы наши дети имели нормальные условия для обучения и достигали таких высот. Очень здорово, что сегодня нам уделит внимание народный депутат Украины Дмитрий Голубов, потому что детям это очень приятно, когда на них обращают внимание, когда о них думают, когда о них заботятся. Поэтому смотрю, что много родителей. Это тоже здорово, когда есть единство школы, родителей и такого, в принципе, заботы государства. С тех пор, как танцевальный зал стал светлым и теплым, ребята ходят в школу, как на праздник. С приходом Дмитрия Ивановича, реально человека, который не дает никаких обещаний для нашей школы, для нашего танцевального клуба, он просто делает и выполняет. Просто делает. Наши дети уехали за границу в спортивных костюмах. И они в этих костюмах ходили практически круглосуточно. Они гордились нашей Украиной. Благодаря тому, что в зале появились маты, ребята смогли научиться новым элементам, которые позволяют им занимать первые места на международной арене. Научился делать фляки, бланши, перевороты. Сейчас научился еще очень сильному элементу, называется он винт, полвинта. Будем учиться дальше делать более сложные элементы. Нам поставили новые окна, стало очень тепло, купили маты, на которых мы научились делать новые акробатические движения. Если раньше все траты на участие в международных конкурсах ложились на плечи родителей, то сегодня значительную часть расходов взял на себя Дмитрий Голубов, которого ребята называют своим другом. Мы несем вам благодарность от всех ребят престижа, потому что вы наш друг, самый лучший для престижа. Максим занимается танцами более семи лет. В свои 14 он уже завоевал чемпионские титулы Украины и мира. Подводя итоги года, народный депутат Дмитрий Голубов вручил талантливым детям, которые прославляют Одессу и Украину во всем мире, премии. Приятно, что это не в Нью-Йорке, не в Испании, а у нас в Одессе и еще и в Суворовском районе. Такие талантливые дети. И мы живем, можно сказать, в соседних домах, и они живут с нами. Это действительно гордость. Кличко не подтвердил сегодня свой титул, а наш Максим подтвердил. Вы понимаете? На следующий год у танцевального класса «Престиж» большие планы. Самые маленькие участники коллектива готовятся покорять международную сцену. Им обязательно в этом поможет Дмитрий Голубов. Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. Шестой благотворительный театральный сезон открыла волонтерская труппа «Киевстар». В спектакле «Новогоднее путешествие» или «Как Дед Мороз сказку писал» принимали участие и сами зрители. Ответы на загадки ребята отправляли с помощью СМС на бесплатный номер. Подробности далее. Украинские, итальянские и грузинские Деды Морозы собрались на одной сцене, чтобы все дети получили подарки под елкой. Организовала праздник волонтерская труппа «Киевстар». Это уже шестое подобное мероприятие. В спектакле использовались инновационные технологии. Ребята могли участвовать в представлении, отправляя ответы на загадки с помощью СМС на бесплатный номер. «В этом году, благодаря нашей сказке, ребята узнают, что никакие расстояния, ни преграды, дружбе и взаимовыручки, особенно если есть надежная мобильная связь и, конечно же, скоростной мобильный интернет». Символ грядущего года – огненный обезьян. Своенравно, капризно и непредсказуемо. Такими показали хозяина года в спектакле «Новогоднее путешествие» или «Как Дед Мороз сказку писал». Пан обезьян выступал в роли негативного персонажа, но с помощью детей осознал свою вину. «Символ года такой хитрый, потому что он хочет запутать всех и, ну, чтобы, если, к примеру, да, по сказке, если Дед Мороз не подарит ребенку подарок, который он попросил, соответственно, год будет длиться вечно». Для детей праздник – еще один повод рассказать любимое стихотворение. «Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на земле тихо падает, ложится. Я под утро поле снегом побелела, точно пеленое все его одела». «За сырекая огнями елка, нас на праздник позови, все желания исполни, мы теперь осуществи». Каждый ребенок получил сладкий подарок. Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Это были все новости на сегодня. Информация от синоптиков далее по телефону редакции Думской ТВ 788-0075. Вы можете сообщать о интересных событиях, свидетелями которых вы стали. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА